Спасённый любовью Однажды после христианского собрания, на котором проповедовал приезжий брат, к нему подошла пожилая сестра и взволнованно сказала, «Я очень прошу вас поговорить с моим мужем». «Он член церкви?» – поинтересовался служитель Божий. «Нет», – печально ответила она, – «но он очень тяжело болен. Долгое время прикован к постели и страдает от сильных болей. Я прошу вас посетить наш дом и помолиться о его спасении». Брат согласился и отправился в путь вместе с этой сестрой, которая жила в небольшом посёлке довольно далеко от молитвенного дома. По дороге она предупредила, что без подготовки на её мужа смотреть очень страшно, так обезобразила его необычная, редкая в наши дни болезнь. В его теле завелись какие-то черви, которые медленно поедали плоть, что вызывало мучительную боль. Врачи были бессильны лечить эту болезнь и только немного облегчали его страдания с помощью обезболивающих уколов. Когда они приехали, сестра провела гостя в небольшую комнату, и он увидел лежащего на постели мужчину с закрытыми глазами. До подбородка он был закрыт одеялом. Лицо отталкивающе безобразное, в каких-то язвах. Услышав шаги, больной открыл глаза. По его взгляду сразу можно было понять, как сильно страдает этот человек. Поздоровавшись, служитель сказал больному, что хочет побеседовать с ним. Тот согласно кивнул и тихо проговорил «Помолитесь, чтобы я умер быстрее. Мне очень больно». Брат коротко объяснил, что он не может молиться о скорой смерти того, кто еще не примирен с Богом. «Знаю, знаю», — нетерпеливо отозвался больной. «Вот и жена отвердит, что мне нужно покаяться. Да я бы не против». Брат обрадованно подсказал. «Тогда, может быть, вы сейчас же помолитесь? Кстати, как вас зовут? Меня Виктор Иванович». Тот ответил. «А меня просто Федор. Не стоит меня по отчеству. И молиться мне бесполезно. Меня Бог не услышит. Таким, как я, прощения нет». Служитель подождал, пока больной прокашляется. С его лица, которое было похоже на страшную маску, стекали струйки пота. Затем Виктор Иванович мягко сказал. «Я не буду сейчас убеждать вас в том, что Бог, благодаря жертве Христа, прощает все, даже самые ужасные грехи. Это действительно так. Хотя вам, видимо, трудно поверить в это. Но, может быть, вы хотите рассказать мне о вашей прошлой жизни?» Несколько секунд больной молчал, внимательно глядя на служителя. А затем тихо ответил. «Пожалуй, именно вам я расскажу все. Почему-то мне кажется, что вы меня не возненавидите после этого. А, впрочем, все равно. Какая уж теперь разница?» Федор застонал от боли и, попросив воды, принял какое-то лекарство. Затем он спросил. «Бог может простить убийцу?» «Если он раскается в своем грехе, Бог ради Христа простит его», – ответил служитель. «А если… Если этот человек убил ни одного?» – продолжал допытываться больной. «Даже если десять, или, к примеру, конечно, даже если он убил сто человек, для него все равно есть Божье прощение при его искреннем покаянии», – объяснил Виктор Иванович. Федор пристально посмотрел на него и шепотом спросил. «А если он убил больше ста?» Служитель немного подумал, а потом также спокойно сказал. «Расскажите о себе. Откройте, что вас так мучает?» Больной тяжело вздохнул и начал свой необычный рассказ. Это случилось давно. Федор, в то время молодой майор, работал следователем. В его задачу входило заставлять арестованных подписывать ложные документы о том, что они являются иностранными разведчиками, шпионами, после чего их расстреливали, как врагов народа. Долгое время все шло как по маслу. Но однажды к нему привели пожилого мужчину с усталым лицом и добрыми глазами, который сразу же отказался подписывать подобный документ, объяснив, что он христианин и поэтому не будет делать грех. Федор с веселым удивлением взглянул на него и сказал. «Ты, наверное, просто не понял, куда попал, папаша. Здесь все все подписывают, ясно?» Молодой красивый следователь сидел, закинув ногу за ногу, абсолютно уверенный в своей власти и силе над всеми, кого к нему приводили. Вот и сейчас он не сомневался. «Покуражится немного старик и подпишет. Куда он денется?» Но тот твердо повторил. «Подписывать ложный документ не буду. Перед Богом и людьми я не виноват». Подобных слов Федор еще никогда не слышал. К тому же спокойное и уверенное поведение арестанта вывело его из себя. Ведь до него все остальные тряслись перед ним следователем от страха и готовы были на что угодно, лишь бы освободиться. Нажав на незаметную для глаза кнопку на столе, Федор грязно выругался и, когда в дверях появился дежурный, сделал ему соответствующий знак рукой. Арестованного увели. Наутро по вызову майора его привели опять. Верующий передвигался с трудом, все его лицо было в кровоподтеках. «Переусердствовали», — с досадой подумал следователь. «Старик мог бы и концы отдать». «Ну что, сегодня будешь сговорчивее?» Раздраженно обратился он к арестанту, желая быстрее закончить его дело. «Я не подпишу ложные документы, потому что это будет грехом перед Богом», — с трудом произнес христианин. При этом из его разбитых губ потекла кровь. Федор серьезно забеспокоился. «Ведь если действительно не подпишет, то его следователя могут в лучшем случае с работы прогнать. «Да ты что!» — почти ласково обратился он к кузнику. «Неужели ты так и не понял, куда попал? Сейчас тебя медленно прокрутят через мясорубку, и ты все-таки подпишешь. Зачем же в твоем возрасте терпеть такие адские мучения?» «Адских мучений я, слава Богу, терпеть не буду, потому что спасен от них Христом. А вот зря ничего не бывает, сынок», — спокойно глядя на него, сказал арестованный. «Я знаю, что всеми обстоятельствами управляет мой Бог. У него во всем есть своя цель. А воля его благая, то есть добрая». «Добрая!» — взревел Федор. «Вот сейчас ты узнаешь, какая у твоего Бога воля!» Он с силой нажал на кнопку, и когда почти мгновенно появился дежурный, показал ему пальцами какой-то знак. На следующее утро верующего арестанта принесли для допроса двое солдат. Ходить сам он уже не мог. Вся одежда была разорвана и пропитана кровью. Голова падала на грудь, а левая рука, по всей видимости, переломанная, была подвязана к груди. Дежурные с двух сторон поддерживали узника, с трудом установив его напротив стола, за которым сидел начальник. «Ну и чего ты добился своим геройством?» — насмешливо спросил Федор. «Он уже давно привык к виду избитых арестантов». Верующий молчал, а следователь угрожающе продолжил. «Я тебе даю хороший совет. Подпиши. Кстати, ты обратил внимание, что тебе правую руку оставили здоровой? Так вот, это для того, чтобы ты мог подписать вот эту бумагу». С этими словами Федор быстро пододвинул к нему заготовленный документ. С трудом подняв голову, узник сказал. «Нет, сынок. Бог оставил мне эту руку неповрежденной не для того, чтобы я подписал ложный документ, а для того, чтобы я мог благословить тебя перед моим переходом в вечность». Федор изумленно слушал эти удивительные слова, не сломленного тяжкими побоями человека. Но более всего его поразил взгляд старика. Его чистые светлые глаза смотрели на следователя мягко, поотечески любовно, хотя и с печалью. Подняв здоровую руку, он начал молиться, благословляя своего мучителя. Не выдержав его взгляда, майор выхватил пистолет и выстрелил в арестанта, который сразу же замертво упал. Дойдя до этого места в своем рассказе, больной опять сильно закашлялся и попросил воды. Сделав несколько глотков, он хрипло сказал. «Уже больше двадцати лет взгляд этого человека не дает мне покоя ни днем, ни ночью. А еще это страшная болезнь. Больше всего на свете я хочу одного – умереть. Но и в этом Бог отказывает мне». Виктор Иванович с волнением выслушал весь этот рассказ. И когда Федор замолчал, тихо сказал. «Благодарю Господа, что он еще не дал вам умереть. Теперь я уверен, что Бог спасет вас». «Почему вы так думаете?» – недоверчиво спросил больной. «Потому что за вас молился святой Божий человек», – объяснил служитель. «А Бог всегда отвечает на такие молитвы. Вам нужно только признать себя виновным, грешником и поверить в искупительную жертву Иисуса Христа, приняв Его своим спасителем». Признать себя грешным, лежащий на постели мужчина, тяжело дышал. Глаза его были широко открыты. По обезображенному болезнью лицу потекли слезы. «Да разве есть еще больший грешник, чем я?» После этого больной в молитве покаяния обратился к Господу и почувствовал, как его измученное грехом сердце обрело свободу и радость прощения. А через несколько дней Федор, новый человек во Христе, в мире с Богом спокойно перешел в вечность, где уже, наверное, встретился и с тем, кто с такой любовью молился о его спасении в последние минуты своей жизни на земле. Соделанного не исправишь. Придется съесть весь горький плод. Когда наносишь ближним раны, к тебе с лихвой вернется зло. Оно тебя в ночи измучит и днем покой тебе не даст, напомнит совесть каждый случай, ведь не подкубен Божий глаз. Откройся перед Богом, грешник, и злей Христу всю свою боль. Сотрет он все, что было прежде, и будет навсегда с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...